Мы рассмотрим работу с WebAPI на примере OpenWadamap. Это такой сервис, который предоставляет API для получения информации о погоде в разных точках планеты. Когда мы зайдем на главную страницу с API данного сервиса, мы увидим, что они предоставляют API для разного рода информации. Во-первых, мы можем получить текущую погоду, можем получить предсказание погоды на 5 дней каждые 3 часа, можем получить недельное предсказание погоды и так далее. Однако первое, что мы увидим, что для того, чтобы получить доступ к API, нам нужно получить их API-ключ. Почти все сервисы, которые предоставляют API, сейчас требуют API-ключ для того, чтобы можно было пользоваться их API. Это связано прежде всего с тем, что мы должны представиться сервису, он должен знать, кто делает данный запрос, и благодаря этому они могут собирать различную статистику о том, кто делает запросы, в какое время и из каких регионов. Когда мы перейдем по данной ссылке, на которой написано API-ключ, мы перейдем на страницу с инструкциями, как его получить. Прежде всего, здесь нужно будет зарегистрироваться и получить данный API-ключ. Также здесь идет указание про то, что каждый запрос, который мы будем делать по API-сервису, который нам предоставляется, в нем необходимо указывать наш ключ в качестве параметра AppID. Я крайне рекомендую вам зарегистрироваться, и тогда на странице с настройками вы сможете найти свой API-ключ. В данной странице вы сможете найти свой юзернейм, свой e-mail, и затем вы сможете увидеть API-ключ, который вы затем сможете использовать для составления запросов. Если по тем или иным причинам у вас нет возможности зарегистрироваться или вы просто не хотите, то для прохождения примера вы можете использовать, например, мой API-ключ, который я предоставлю вам в комментариях. Предположим, что мы разобрались с API-ключом или будем использовать мой. Отлично. Надо вернуться к задаче, а задача у нас будет простая. Мы хотим, чтобы наша программа считывала из стандартного ввода единственную строку, в которой бы содержался город. И затем наша программа в каком-нибудь достаточно милом формате выводила бы текущую температуру в данном городе. Для этого на странице документации API мы можем найти подменю, которое называется Current Weather Data или текущее состояние погоды. Можем открыть документацию API и найти те ссылки, по которым нам нужно делать запросы. Здесь мы увидим подзаголовок By City Name, который означает, что мы можем узнать информацию о текущей погоде по названию города. И здесь мы также увидим примеры API-запросов, которые мы можем исполнить по HTTP протоколу. Как мы можем догадаться по ссылке и по формату, мы можем после, через параметр Q, передать имя города, который мы хотим запросить. Давайте перейдем по примеру, откроем его в новой вкладке. И что мы видим прежде всего, это 401 ошибка, которая говорит, что нам необходима авторизация. Здесь мы должны вспомнить про то, что нас просили использовать наши API-ки каждый раз, когда мы делаем запрос. Мы указываем в качестве API-ки, который мы просто скопировали. Мы исполняем данный запрос и мы можем заметить, что нам пришел ответ в формате JSON. Ну а раз мы научились делать данный запрос в нашем браузере, то мы точно сможем научиться делать его с помощью библиотеки requests. Во-первых, мы скопируем данный путь, по которому мы делаем запрос. Сначала мы заимпортируем квест, затем мы опишем API-URL, собственно скопируем сюда наш адрес. Теперь мы должны правильно сформировать словарь с параметрами нашего запроса. По документации мы используем параметр Q, в который мы передаем название города, в котором мы запрашиваем погоду. Тогда давайте его укажем в нашем словаре парамс. Сейчас мы укажем, что Q, пускай пока что это будет Санкт-Петербург. И также мы помним, что мы должны указывать такой параметр как API-ID и указывать у него наш API-ки. Давайте в очередной раз скопируем сюда наш API-ки и мы, собственно, готовы делать запрос. Нашим респонсом будет requests get. Мы передаем сюда API-URL и в качестве парамс мы передаем наш словарь парамс. После этого давайте выведем статус-код нашего запроса. И давайте, конечно же, выведем, какая же нам пришли данные в ответ. Мы выведем на экран content-type. Давайте наш код исполним. И первое, что мы увидим, это на удивление ошибку, потому что он говорит, что у нас неправильный URL. Библиотека requests нам подсказывает, что мы забыли указать схему или в нашем случае протокол. Он подозревает, что мы действительно имели в виду HTTP. Ну, он на самом деле прав. Мы, конечно же, хотели сделать HTTP-запрос на данный адрес, и мы забыли указать протокол. Давайте снова исполним наш код. Мы убедимся в том, что мы смогли сделать запрос в наш статус-код 200. А результат, который мы получили, то есть, собственно, наш ресурс, который мы запросили, он имеет тип JSON. Хорошо, раз мы смогли получить данные в формате JSON, то мы можем использовать встроенный метод нашего объекта ответа JSON, который, на самом деле, не делает ничего более простого, чем скармливает функции loads из библиотеки JSON, а атрибут текст нашего ответа. И таким образом мы сможем получить словарь языка Python, который соответствует ответу нашего запроса на сервер. Однако, глядя на этот словарь, нам по-прежнему непонятно, где же мы, в каких ключах мы должны достать ту самую информацию о количестве градусов в данный момент, в данном месте. За ответом на данный вопрос мы можем также последовать на документацию. Здесь, сбоку, мы, например, сможем увидеть параметры of API respond, то есть, ответа нашего API. Можем выбрать формат JSON, который мы запрашивали, и увидеть, что здесь есть те ключевые слова, которые являются ключами в нашем словаре. И, прочитав данное значение, мы можем увидеть, что у нас есть сначала координаты геолокации города, которые мы запросили, потом какие-то информации о погоде, потом какой-то внутренний параметр, а затем у нас следует интересный ключ словаря main, внутри которого уже содержится другой словарь. Вот мы можем это здесь проверить. И внутри ключа temp, внутри этого словаря, находится та самая температура, которую мы ищем. Чтобы достучаться до данного значения погоды, давайте сначала сохраним наш словарь, какую-нибудь переменную, например, дату, и затем попробуем вывести на экран, например, значение, собственно, нашего ключа main и нашего ключа temp. Когда мы выведем его на экран, мы убедимся, что температура в данный момент это 280 градусов. В документации, однако, указано, что по умолчанию нам температура возвращается в кельвинах. Мы попробуем разобраться с этим потом, чтобы получать температуру в целесе, а пока давайте сформируем нашу утилиту. Сначала мы попросим пользователя ввести название города, используя функцию input, и указав при этом ту строку, которая будет отображаться пользователю перед вводом. Мы сохраним значение данного города в переменную сеть и будем использовать ее в качестве параметра q, который мы передаем в API-запрос на наш сервис. Затем мы создадим get-запрос, отправим его на сервер. Данные, которые мы получили с сервера, мы с помощью метода JSON преобразуем в наш словарь data. И затем мы будем выводить данные на экран, используя шаблон, куда мы будем подставлять два значения. Это сначала город, а затем температура. Ну а теперь самое приятное, давайте наш код запускать. Сначала мы, конечно же, спросим температуру в Санкт-Петербурге, потому что это то, что меня интересует больше всего. И я увижу, что сегодня температура в Санкт-Петербурге 280 градусов в кельвинах. Неплохо, скажу я, но тестировать нужно не на одном городе. Давайте проверим, что результат для Москвы, например, отличается. Мы убедимся в том, что в Москве сейчас теплее, сейчас 286 градусов кельвина. Тоже неплохо. Давайте сделаем еще один запрос. Можем спросить, например, про Лондон. Убедится в том, что в Лондоне сегодня холоднее, там 276 градусов кельвина. Круто. Мы написали за очень короткое время очень полезную утилиту, в которую мы можем ввести название города, и она нам отобразит текущую температуру в данном городе. Мы бы не смогли это сделать, если бы мы не воспользовались API данного сервиса. Однако за нами также остался небольшой грешок, ведь мы хотели выводить температуру прежде всего в Цельсиях. Для решения таких вопросов мы, как обычно, проследуем на документацию данного API, и увидим здесь сбоку Other Features, и увидим здесь Units Format, что отвечает за единицы измерения. Мы сможем кликнуть на данную ссылку и убедиться в том, что мы можем передать единицы измерения в качестве параметра нашего get-запроса. Здесь указано, что мы можем использовать параметры Units со значениями метрики Imperial, для того, чтобы, например, получить температуру в Фаренгейтах, если мы передаем значение параметра Units со значением Imperial, и для того, чтобы получить значение температуры в Цельсиях, мы можем использовать параметры Units со значением метрик, то есть использовать метрическую систему. Тогда здесь также приведен пример запроса, где мы действительно передаем параметры Units со значением метрик. Нам на самом деле ничего не стоит изменить наш код, просто добавив в него один ключ в словарь. Ну тогда давайте это сделаем. Мы можем добавить дополнительный ключ Units, мы знаем, как он называется, и мы знаем, какое значение нам нужно. Нам нужно значение метрической системы, то есть метрик. Теперь, когда мы запустим наш код и попросим температуру, например, в Санкт-Петербурге, мы увидим текущую температуру в градусах Цельсиях. И, конечно же, то же самое будет верно и для Москвы. Если мы попросим температуру в Москве, то мы также получим плюс 13 градусов Цельсия. Таким образом, за достаточно короткое время мы смогли с вами сформировать полезную утилиту, которая выводит текущее состояние температуры в указанном нами городе. Однако я, конечно, немножко схитрил, ведь дело в том, что я знал API данного сервиса заранее. Я знал, по какому углу к нам придется обращаться, я знал, в каком словаре им нужно будет найти то значение темп и где же будет лежать температура. Однако в реалиях, когда вы пишете данные сервисы, именно больше всего времени вы потратите на то, чтобы разобраться в чужом API. Однако я считаю, что именно опыт, который заключается в том, чтобы разобраться в API, он полезный и даже несколько необходимый. Поэтому мы предлагаем вам пару задач, в которых вам придется разобраться в API пары сервисов, для того, чтобы найти там полезную информацию.